Всем добрый вечер! Мы со Светой пошли в магазин на что-то купить на ужин. Мужчин сегодня нет, поэтому мы решили не варить. Лёгкий ужин сделаем, да, Светик? И всё. И потом после ужина после магазина приду, покажу, что купили, и потом будем инкубатором заниматься. Во! Солнышко сегодня шикарное. Так, а я телефон дел... А, всё. Иду, снимаю на телефон и потеряю телефон. Нормально вообще, да, Стэнни? Ладно, идём мы со Светиком в магазин, в наш мисс. У нас, ребята, вечер. Маленькие зашли домой. Ваня, ты умылся? Сейчас будем кушать. Света тут щёт свой топик. Ну, а я на эти, что сделала? Оксана, пусти меня, иди, переодевайся. Зажгла вот этот умигатор, или как, защита от комров. Короче говоря, вот она поставила вот так на тарелочку, и вот так вот оно будет леть. Мы со Светой сегодня переклеили самоклейку. Не понравилась мне эта самоклейка. Знаете, она красивая, всё. Но в одном месте она прозрачная. Она сама по себе прозрачная, а Катя взяла тут угол, оторвала самоклейку. Ваня, тихо! Я тебя перекричать не могу. И получилось так, что с этой стороны такая. Чё, Ваня, тебе нравится, да? Мама, это от комаров. Да, это от комаров. Сейчас мама приготовит. Салат уже приготовила. Сейчас разогрею кашу и будем ужинать. Пойду курицам отдам остатки. Тут капусты, очистка от огурцов. Мы всегда вот так вот и очищу. И потом мелко нашинковываю. То, что мы не будем есть, я отдаю курям. Я вот сейчас пойду, вывалю им в сарайку. А вы идите со мной. Так. Надень, мы вот так закрываем, а она сейчас на замок. Так, курочки. Так, Петручча. Куда идёшь? Сейчас курицу придётся загонять. Иди отсюда. Давай, 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 в сарайку. Я вас выпускать не хотела. Всё. Я прям вот так вываливаю, и они тут съедают уже. Вот наш бесстрашный Петручча, да? Ух ты, наглый петух. Я тебя не дразню, я просто песок из земли из тапочки вытряхаю. А то он уже весь настрепенился. Сегодня мужа нет, поэтому всё самой. Ни сына, ни мужа. Всё сама делаешь. Хорошо, ребята, на улице. Ну, а посмотри, комбикорм сегодня уже им давали мы. У них ещё полно и воды, и комбикорма. Ну, в целом, вот так вот у нас. И чё ты прилетел тут на меня, налетаешь? Я тебя даже не трогала. Вот тебе чё надо, а? Вот ты почему такой вредный? На, придурок. На. Я тебе огурчик даю, а ты на меня налетать будешь, да? Вот такой вот он у нас, Петручча. Да, Петручча? А, Петручча, ты почему такой вредный мальчик? Ты зачем нас обижаешь? Мы тебя кормим, мы тебя лелеем, а ты нас обижаешь. Чё, сегодня хозяина нету, да, не с кем подраться. Ой, и я не поддаюсь, да, на твои уловки. Ну, ладно, терпи, Петруч. Ладно, пошла я ребят кормить ужином. И скоро спать уже будем. У нас время уже девятый час. Я уже помыла посуду всю. Всё уже поделала. Подумала, всё, что можно было. Ещё стирку. Сейчас прополисосили. Цвета прополисосила. Я посуду пока мыла, кушать приготовила. Сейчас разогрею, накормлю. И всё. И потом можно будет с девочками поиграть в что-нибудь. Мне всё хотят в это, в лоту поиграть опять сесть. Там посмотрим, как дела будут обстоять. Ладно, пошла кормить малышей. Так, всё, сажу маленьких кушать. Ваня, ты будешь салатик кушать? Я буду ещё. Сейчас положу. Так, давай в тарелочку положу салатик. Ты чего отодвигаешь-то? Нет, Саня. Мама. Так, Света, отодвигай пока тарелку. Марина, тебе положить салатик? Угу. В первую очередь у нас кушают маленькие. А потом уже кушают большие, так как у нас большого стола нет. Оксана, тарелку мне крути, пожалуйста. Ну, это у нас большой стол. Но все всё равно, наша вся семья не влазит. Да. Налаживай себе, Света. Света не хочет кашу? Она сказала, будет только салат есть. Маша тоже только салат будешь есть. Ну, сейчас я тебе наношу кушу. Мама, я тоже хочу только салат. Кушай кашу. Вы сегодня вообще ничего не хотите есть. Сейчас знаю, что напишет в комментариях, какая вы злая мама, заставляете детей кашу есть. Маша, бери, потом добавить ещё, ладно? Вкусно, Ваня? Приятного аппетита, что ли, тебе? Да. Кушай давай. Марина, тебе вкусненько тоже, да? Ты тоже кушаешь. Марина, все руки вкусно. Ты посмотри, чё. Всё, лето началось. У тебя тоже все руки покусывают? Ну, ладно, ладно. Всем приятного аппетита. Ребята, у нас время вечер. Я принесла яйцо. Сейчас будем вместе с вами заполнять инкубатор. Сейчас хожу, наберу горячей воды и вернусь. Всё, дорогие мои, принесла яйцо, принесла водичку тёплую. Сейчас буду открывать инкубатор и заполнять. Потом вам всё покажу. И я не знаю, рассказывать или рассказывать, как вообще, что делать. По идее, роликов много на ютубе, как и что делать. Поэтому я как бы не хотела это показывать, но вот не знаю. Сейчас для первости сначала включу инкубатор и настрою режим. Для начала, ребята, в инкубатор надо обязательно залить воды. Для этого надо снять пока решёточку. И убрать вот эти вот специальные штучки и туда залить водичку. Тут специально есть отсек для воды. Я воду сразу делаю тёпленькую. Ну, такую, где-то градусов 33-35, чтобы долго инкубатору не нагреваться. Поэтому вот делаю так. Так, на каждой отсеке я наливаю по кружечке водички. И сейчас ложу. И так же во второй половинке мы делаем точно так же. Очень надеюсь, что у меня от сплята вылупятся. Яйца мы за неделю до этого собирали. Лучше, по идее, больше 10 дней не держать. Яйца для инкубации. Ну, у нас так получается, так как куры плохо несутся, мы дольше собирали эти яички. Так, всё. Яйцо мы нас собирали. И слава тебе, Господи. Можно было, конечно, купить, но я не стала, ребят, покупать яйцо. Ну, теперь ставлю сетку назад. Так. И сейчас включим, проверим наш инкубатер. Обязательно проверяем, чтобы решетка плавно ходила. Всё, решётка хорошо ходит. Сейчас я вам всё покажу. Решила вам показать. Всё, решётку я уже поставила. Водичку я там налила. Вот эти поддоны я поднимала. Там в каждом квадратике по 2 секции. Получается здесь 8 секций для того, чтобы наливать водичку. Водичку я налила. У меня он самоперевертывающий. Сам автоматически переворачивается. Вот индикаторы есть. Всё это есть. Сейчас буду сюда улаживать яйцо. И включать инкубатор. Сначала, ребята, я всегда жду, когда инкубатор наберёт нужную температуру. Для того, чтобы проверить, есть или нет сбои. Сейчас вот воду я туда набрала. И включила инкубатор. Подожду, как температура наберётся нужная. Потом ещё проверю. И после этого только я буду ставить, уложить туда все уже наши инкубационные яйца. Всё, ребята, яйцо поставила уже в инкубацию. И уже прошло время. Час хожу, проверяю, чтобы температура не повысилась на 37,8 для нормального. Ну, вот оно пока час прошло. 37,5 держится. 37,5, 37,6. Чуть-чуть надо приподнять. Вот сейчас направлю ещё немножко. И через са, где-то так, через два приду опять, наверное, проверять его. Ну и вот в целом. Вот так вот у нас. Будем надеяться, что всё будет у нас хорошо. Ну и тут влажность. Всё это показывает. Дай Бог, чтобы много-много у нас вылупилось цыпляток. Очень надеюсь. У нас время уже ночное. Уже темно. Время первого часа ночи. Уже даже около часа. А я всё ещё, видите, хожу, хожу. И поспать некогда ещё. Ладно. Вот такой вот у нас был день. Если вам понравилось, то не забывайте нам ставить лайк. Подписываться на наш канал. Ну и всем пока-пока. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время в 5 утра. Ну а я пошла на летнюю кухню проверять яички. Как у нас там идёт инкубация яиц. Дорогие мои, посмотрите, как прекрасно на улице в 5 утра. И если прислушаться, чириканье птичек. Вообще замечательная пора. Утро. Красота. Сейчас я вам дам немножко послушать. Слышите где-то птичка? Красота. Хорошо на улице. В 5 утра. Я сегодня, кстати, даже всю ночь не спала. Чудесно на улице, ребята. Не холодно, не жарко. Самая погода. Ладно. Идём проверять, как там наше яйцо лежит для инкубации. Так, дверь обязательно закрываю. Включаю свет. И смотрим температуру. 37,9. Самое то, ребята. Яйцо моё имкубируется. И я очень довольная. Ладно. Пойдёмте дальше. Послушаем на улице, что там происходит. Нравится, знаете, с утра встанешь. И красота. И я заметила, у меня вон там зацвёл куст. Сейчас я туда специально подойду. Ну, курочки начинают уже вставать. Одна подошла клевать. Кушать. Слышите? Где-то птички чирикают. Так приятно. Вообще классно. Смотрите. А, это этот куст. А там вот фиолетовые зацвели. Но я хотела посмотреть лучше. Заросло. Я два дня не заходила в парнику. У меня муж вечером поливал, а я не стала. И смотрите, заросло. Надо заниматься помидорами хорошо у меня. Многие спрашивали, зачем вы, Настя, по 2-3 штуки садите рядышком. Да, потому что из 2-3 погибают. И получается 1-2. Ну, один в основном обычно выживает, остальные погибают. Так же с огурцами, вот что я возле забора посадила, так же сам будет, скорее всего. Поэтому вот так вот. Сегодня не смогла уснуть ночью. Всю ночь не сплю. Время пяти еще нет. Да, я спать не могу. У меня муж с сыном на рыбалке. А у меня почему-то... Я нервничаю из-за того, что вот их дома нету. Из-за этого спать не могу. Вот так вот. Вышла на улицу хорошо. Птички чирикают. Так приятно. Меня не видно, да, совсем? Ну уж извините. Еще потому, что рассвет только. У нас ночь сейчас уже, видите, светлая. Как классно чирикает. Где-то прямо здесь, на дереве. Все, замолчала. Так хорошо на улице. Вообще чудесно. Ладно. Пойду полежу. Может быть, хоть часик дремону. Не могу что-то уснуть. Какое-то переживание идет. И все. Ну ничего. А, да. Ребята меня спрашивают. Что это у меня такое? Я в купальнике днем нахожусь. Я в озороде в купальнике. Жарко дома. И поэтому... Так в купальнике и хожу. Поэтому вот такие вот ребята у нас дела. Ладно. Поэтому я домой. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения.